лекция 2 познание о младенчестве сквозь призму развития теория выгодского и новые исследования когнитивных способностей у младенцев в этой лекции я коротко изложу основные понятия теории выгодского я также опишу некоторые недавние исследования показавшие наличие у младенцев необычных когнитивных способностей наконец я покажу как подход выгодского к детскому развитию может помочь нам понять отличие этих способностей младенцев от аналогичных способностей у взрослых это основные публикации по теме лекции теория выгодского основана на следующих посылках первое сознание ребенка формируется культурой второе развитие есть революционный а не эволюционный процесс и третье когнитивное развитие представляет собой качественную а не только количественную трансформацию сознания ребенка сознание взрослого что же трансформируется согласно выгодскому ребенок рождаются с тем что он называет низшие психические функции это элементарные формы восприятия памяти мышления и так далее низшие психические функции являются врожденными то есть в полном объеме присутствует уже у новорожденного изолированными от других функций например восприятие функционирует отдельно от мышления или памяти непосредственными не включают язык и непроизвольными не включают исполнительскую функцию что является результатом трансформации конечным результатом трансформации по выгодскому являются высшие психические функции осознанное восприятие вербальная память логическое мышление высшие психические функции являются сформированными социумом то есть появляются ребенка в результате взаимодействия с другими людьми объединенными в единую систему например восприятие цветка одновременно сопровождается мышлением о цветке и запоминанием образа цветка а посредствованными например восприятие цветка одновременно является и пониманием того что этот объект называется цветком и произвольными например созерцает цветок мы осознаем что в любой момент мы можем прекратить смотреть на цветок и начать делать что-то другое в чем состоит трансформация трансформация включают себя три стадии стадия 1 когнитивная способность ребенка существует потенциально так называемая быть ее в себе на второй стадии когнитивная способность узнается взрослыми но еще не самим ребенком так называемое быть и и для других наконец на третьей стадии когнитивная способность признается используются самим ребенком это быть ее для себя мы знаем что способность сконцентрировать Зрение на движущемся или неподвижном объекте врождена. Теперь предположим, что младенец, не умеющий ползать, пытается дотянуться до объекта, находящегося вне досягаемости. Согласно Выгодскому, это неудавшееся хватательное действие есть первая форма того, что впоследствии станет вниманием. Теперь предположим, что в комнату входит взрослый, видит безуспешную попытку ребенка дотянуться до игрушки и подает ребенку игрушку. Ребенок достаточно умен, чтобы понять, что взрослого можно использовать как машину для приноса предметов, и вскоре начинает вытягивать ручку в направлении объекта уже не для того, чтобы его схватить, а для того, чтобы подать взрослому сигнал. Да, не это. В этот момент неуспешное хватательное действие превращается в указательный жест, отрисованный взрослым. По мере взросления дети уже не нуждаются в помощи взрослых при доставании объектов. Вместо просьб о помощи они начинают использовать указательный жест для того, чтобы помочь своему зрению сконцентрироваться на определенном объекте сложной картинки. Согласно Выгодскому, это является конечным продуктом развития того, что мы называем собственным вниманием. Все, что остается, чтобы внимание стало еще более эффективным, это научиться использовать концентрирующий зрение жест в умственном плане, а не в практическом движении руки. Важным в теории Выгодского является понятие «опосредствование». Опосредствование есть социальное взаимодействие между ребенком и взрослым, в котором первоначальной, естественной способности ребенка, например, неуспешному хватательному движению, взрослым придается значение. Например, это указательный жест. Будучи опосредствованной, когнитивная функция постепенно становится умственным действием, которое ребенок может выполнять независимо от помощи взрослых. На основе вышеописанных положений Выгодский выводит основной закон развития высших психических функций. Согласно этому закону, каждая высшая психическая функция появляется дважды или в двух планах. Вначале она появляется в социальном плане и существует в общении между людьми как интерпсихическая функция. Затем она переходит в умственный план и существует как интерпсихическая функция. Из основного закона развития высших психических функций следует три следствия. Первое. Движущей силой когнитивного развития является обучение, а не самостоятельное экспериментирование ребенка с предметами. Второе. Развитие является качественным, а не только количественным изменением. И третье. Интенсивной точкой когнитивного развития является зона ближайшего развития. Зона ближайшего развития определяется как серия задач, которые ребенок способен решить только с помощью взрослого. Эта группа задач может быть символически представлена как бублик. Задачи, находящиеся в центре бублика, это те, которые ребенок может решить без помощи взрослого. А задачи, лежащие за пределами бублика, это те, с которыми ребенок не в состоянии справиться даже с помощью взрослого. В своей лекции по восприятию Выгодский утверждает, что константность восприятия и другие структурные законы восприятия, такие как закон общей судьбы, являются высшими психическими функциями. Следовательно, они должны появляться у старших детей в результате обучения. Константность восприятия – это перцептивный эффект, согласно которому образ объекта остается примерно постоянным, вопреки тому, что проекция этого объекта на сетчатку глаза изменяется. Например, когда мы открываем дверь, мы продолжаем видеть ее как прямоугольник, хотя ее проекция на сетчатку глаза стала трапецией. Константность восприятия – это один из фундаментальных законов восприятия. Другим таким законом является закон гештальтности или целостности. Закон гештальтности восприятия утверждает, что хотя на этой картинке нарисованы разбросанные черные пятна разных форм, на самом деле мы видим белые геометрические фигуры, например, треугольник и сфер. Основанием для утверждения Выгодского о константности восприятия как высшей психической функции было следующее. Константность восприятия и законы гештальта – сложные психологические структуры. Для того, чтобы видеть то, чего нет, например, прямоугольник вместо трапеции или треугольник вместо трех усеченных черных дисков, надо иметь способность выйти за пределы непосредственно воспринимаемого и сделать мыслительную операцию – умозаключение. Такую, например, как «хотя эта фигура выглядит как трапеция, я знаю, что это дверь, и поэтому она должна быть прямоугольником». В отличие от Выгодского, гештальт-психологи утверждали, что фундаментальные законы восприятия, такие как константность восприятия, являются общими для восприятия у животных и человека. Следовательно, эти законы врождены. Возражая гештальт-психологам, Выгодский говорит, надо понимать, что константность восприятия не возникает из внутреннего строения самого восприятия. Возникновение константности восприятия коренится в том факте, что восприятие начинает действовать в системе, включающей другие психические функции, такие как мышление. Следовательно, константность восприятия не может быть врожденной, а должна усваиваться в опыте. Почему же Выгодский настаивал, что константность восприятия может быть усвоена лишь через опыт? Потому, что ему надо было защитить свою точку зрения на развитие, как на процесс качественного изменения, превращающего низшие психические функции в высшие психические функции. И в самом деле, если такая сложная способность, как константность восприятия, врождена, то не остается места для развития. Так кто же был прав, Выгодский или гештальт-психологи? Во время работы Выгодского в 30-е годы прошлого века относительно мало было известно о восприятии младенцев. Лишь намного позже психологи стали использовать новые методы исследования восприятия у младенцев, еще не владеющих речью. Одним из таких методов был метод привыкания растормаживания. Метод привыкания растормаживания состоит следующим. Младенцам многократно предъявляется определенный дисплей, например, крупно-белом фоне. Их интерес к дисплею измеряется временем, который они смотрят на дисплей. По мере увеличения количества предъявлений, интерес падает, младенцы привыкают к дисплею и смотрят на него все меньше. После этого детям показывают новый дисплей, например, треугольник на белом фоне. Если дети воспринимают новый дисплей как отличный от старого, дети растормаживаются, то есть начинают проявлять больше интерес к новому дисплею, чем к старому, и смотреть на него дольше. Используя этот метод, психологи могут изучать восприятие у детей, еще не владеющих речью, и даже у новорожденных. Что же помог открыть этот метод? Взрыв исследований по восприятию младенцев в 60-х годах прошлого века и позже показал, что правы были гештальт-психологи. Томас Бауэр показывал трехмесячным младенцам дисплей, на котором четыре точки, как бы составляющие квадрат, двигались слева направо, до тех пор, пока дети не теряли интерес. После этого детям показывали два других дисплея. На одном было показано сходное событие. Четыре точки вращались вокруг общего центра. А на другом четыре точки двигались в диссонанс друг к другу, разбегаясь в разные стороны. Младенцы проявили большую степень интереса к диссонансному событию, чем к событию, сходному по структуре с надоевшим первоначальным дисплеем. Это показывает, что дети отличали точки, у которых общая судьба, от точек, у которых разные программы поведения. Другие исследователи показали, что новорожденные отличают друг от друга классические геометрические фигуры, такие как квадрат и крест. Рене Балларжион приучала трех с половиной месячных младенцев к дисплею, на котором прямоугольный непрозрачный экран двигался взад и вперед на 180 градусов. А затем показывала два новых события, на которых цветная коробка была помещена на пути экрана. При возможном событии экран останавливался в той точке, где он предположительно упирался в коробку. А при невозможном событии экран продолжал движение, как бы проходя сквозь коробку. Младенцы смотрели дольше на невозможное событие, чем на возможное, демонстрируя тем самым понимание того, что один твердый объект не может пройти и сквозь другой твердый объект. Было показано и то, что младенцы понимают константность восприятия. Новорожденные понимают константность размера. Младенцы в возрасте шести недель понимают константность формы. Значит, Выгодский ошибался? В буквальном смысле да, потому что младенцы и даже новорожденные способны воспринимать объекты как константные и обладают другими когнитивными способностями, сравнимыми по сложности с высшими психическими функциями. Но являются ли необычные когнитивные способности младенцев высшими психическими функциями? Нет, не являются. Они по-прежнему существуют как отдельные способности, изолированные друг от друга. Они непроизвольны и не могут сознательно контролироваться ребенком. Они неопосредствованы, так как ребенок еще не владеет главным орудием опосредствования – языком. В чем же причина ошибки Выгодского? Она в том, что он отождествил опосредствования со сложностью структуры. Будучи сложными по структуре, необычные способности младенцев остаются неопосредствованными языком и произвольным поведением. Несмотря на эту ошибку, взгляд Выгодского на когнитивное развитие в целом остается правильным. Необычные когнитивные способности младенцев, несмотря на их сложность, являются низшими психическими функциями. Чтобы превратиться в высшие психические функции, они должны пройти опосредствование языком и произвольным поведением, а также объединиться друг с другом в единую систему. Отсутствие или присутствие опосредствования языком – вот что делает различие между когнитивными способностями младенцев и сходными способностями у взрослых различием не в степени, а по качеству. Как бы признавая это, современный исследователь пишет, «Если младенцы могут мыслить, то возможно, что их мышление похоже на нашу собственную мыслительную деятельность. Но мы знаем, что младенцы отличаются от взрослых и более старших детей. Ключом к пониманию этого различия является язык. Язык является основным средством когнитивной деятельности у старших детей и взрослых. Но когда речь идет о языке, у младенцев его просто нет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова